Сегодня мы поговорим на очень важную тему. Мы поговорим о решениях. И говорить мы будем об этом потому, что пришло время верующим взять на себя ответственность за происходящее в их жизни. Так легко винить всех и вся за то, что происходит с нами. Люди не любят брать ответственность за свою жизнь на себя. Пожалуйста, слушайте меня внимательно. А если винить некого, тогда мы виним дьявола. Мы должны понимать, что такое жизнь. Жизнь — это серия решений. Каждое утро вы просыпаетесь, и перед вами встает необходимость принять решение. Решение — это некая дверь в реальность. Иначе говоря, вещь не станет реальностью до тех пор, пока вы не примете решение. Многие люди желают, многие люди мечтают, или даже говорят о том, что однажды что-то произойдет. Но, друзья, без решения, все ваши решения и мечты никогда не станут реальностью. Вы должны принять решение. Именно поэтому Бог дал свободную волю мне и вам. Он дал нам право выбирать. Он дал нам право принимать решение. Я хочу, чтобы вы вспомнили, когда приняли решение отдать свою жизнь Господу, ни один бес не мог помешать вам это сделать. Почему? Потому что, когда вы принимаете решение, соответствующее Божьей воле или Божьему Слову о вашей жизни, на вашей стороне будут небеса. Вас будут поддерживать ангелы. Свой Той Дух поддержит вас. Вы принимаете решение, соответствующее Божьей воле или Божьему Слову о вас. Но как принять решение, соответствующее Божьей воле или Слову о вашей жизни, не зная Божьего Слова или не зная Божьей воли? Решения очень важны. Мы принимаем решения каждый день. Жизнь — это результат, принимаемых вами решений. То, чего вы достигли, кем стали, и как сложилась ваша жизнь, — все это результат принятых вами решений. И мы должны принять ответственность за свои решения. Должны принимать решения, основываясь на Божьем Слове, исследуя водительство Святого Духа. Дух Святой обратился ко мне с такими словами. «Снок, я могу сэкономить тебе много времени, сил и денег». «Как? Просто позволь мне направлять тебя». У нас самый лучший проводник в мире — Святой Дух. Согласны? Но решения играют огромную роль. Кто-то из вас, возможно, думает, «Мой вес — 160 килограммов, и я хотел бы сбросить килограмм так сто». У вас ничего не получается. Почему? А потому что нет решения. «Я курю, и хотел бросить это». Выбрасываешься, говорит, в окно, а через пару минут ты уже на той стороне улицы, куда ты их выбросил. Почему? А потому что не принял качественного решения. Качественное решение — это решение, ради которого вы готовы отдать свою жизнь. Это решение, которое вы не боитесь подписать. Вы приняли это решение. Когда человек принимает качественное решение, он окружает это решение границами. Границами вокруг решения. Например, если вы решили похудеть на сто килограммов, вы не будете ходить в определенные магазины, где продают вашу любимую еду. Вы не будете приносить домой определенные продукты, и в вашем холодильнике не будет определенных продуктов. А все потому, что вы приняли такое решение. «Я принял решение, и я не буду искушать себя. Я ограничу себя в этом. Это мое решение». И оно окончательное. Если вы приняли решение, и оно не противоречит Божьему Слову, небеса готовы вас поддержать. Если вы примете решение, я буду жить жизнью с избытком, несмотря на то, что где-то это не будет получаться пока, вы все равно верны своему решению. Давайте примем это решение прямо сейчас. Повторите за мной. Во имя Иисуса, я принимаю решение сегодня жить жизнью с избытком полной и переливающейся через край. Я принимаю решение сейчас. Аминь. Это первый шаг. А теперь поставьте границы вокруг этого решения и делайте все, что должны, чтобы оно реализовалось. Я буду учить на основании пятой главы Евангелия от Марка. Покажу вам двух человек, которые принимали качественные решения. Я хочу показать вам, как Иисус и Небесное воинство поддержали этих людей, потому что решение было принято. Помните, что без решения ваше желание никогда не осуществится. Решение — это открытая дверь в действительность. Вы должны принимать решение. Давайте начнем с Марка, пятой главы, первого стиха. Мы весь день будем изучать эту главу, но не совсем целый день. Моя проповедь скоро закончится, не пугайтесь. Боже, этот человек собирается целый день мне тут проповедовать. Конечно же, нет. Вы говорите проповеду хоть весь день, но вы не слышали, как я проповедую весь день. Не знаете, как я обычно это делаю. А если бы я сказал, я буду следующие пять часов проповедовать, вы сразу представляете, что вас ждет. Ладно, передавайте маме привет, увидимся на днях, пока. Ладно, вернемся к делу. Ладно, вернемся к делу. Первый стих. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую». Это история о том, как Иисус изгнал легион бесов из одного человека. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Друзья, это библейское подтверждение, что одержимость бесами возможна. Этот человек был одержим легионом бесов. Мы должны понимать, что существует разница между одержимостью бесами и угнетением бесами. «Христианин не может быть одержим бесами». Если вы родились свыше, Иисус вошел в вашу жизнь. В вашей жизни Иисус и дьяволу в вас нет места. Итак, христианин не может быть одержим бесами. Но христианин может находиться под гнетом бесов. Угнетение — это давление. Это когда бесы давят на вас тяжелыми мыслями, вгоняют в депрессию, поражают душевными болезнями, угнетают вас. Вы должны сделать все, чтобы дьявол не угнетал вас в сфере ваших мыслей, чтобы не мучил вас страхами, потому что именно с помощью этого давления дьявол пытается заставить вас изменить какие-то ваши решения. Но в данной истории мы видим пример не угнетения бесами, а одержимости бесами. Этот человек был одержим бесами. Из-за того, что бесы являются частью духовного мира, они имеют большую силу, чем то, что есть в мире физическом. И когда дьявол проник в этого человека, он обрел силу большую, чем та, которая обладал до того, как стал одержимым. Но кто из вас знает, что дьявол никогда, никогда не будет сильнее Бога? Именно поэтому мы, христиане, должны быть одержимы, в кавычках, говорю это в переносном смысле, святым духом, чтобы бороться и побеждать тех, кто одержим бесами. Мне всегда не нравились те фильмы, в которых священник с белым воротничком набрасывался на беса, а бес оборачивался и изрыгал какую-то зеленую слизь. И этот священник терпел поражение. Я всегда спрашиваю Господа, почему? И Господь как-то раз мне ответил. Так бывает и со многими христианами. Они преданы мне наполовину. Они отдали мне лишь половину своей жизни, а одержимы бесами отдали всю жизнь дьяволу полностью. Поэтому дьявол избивает их, прогоняет и срывает с них одежду. Одержимы бесами полностью отдали свою жизнь бесам. А христианины лишь иногда ходят в церковь, и время от времени дают десятину, но тем не менее пытаются изгнать этого беса. Ничего у него не выйдет. Тот, кто у вас, сильнее того, кем одержим другой человек, лишь в том случае, если вы полностью отдаетесь Господу. Я с бесами, например, не церемонюсь. Я вхожу, и они сразу кричат. «Я знаю, кто ты!» Заткнись и выйди во имя Иисуса. «Именем Иисуса будете изгонять бесов». Вот что говорит Библия. Кто-то, возможно, скажет, «Я не верю в одержимость бесами». «А что было с тобой до того, как ты обрел спасение?» Ты помнишь, ты вел себя, как полный идиот, пил, курил, нюхал, ругался и так далее. Это и было одержимостью. Слава Богу, ты получил свободу силы Божьей и крови Иисуса. И теперь читаем дальше. Здесь написано. «Всегда ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему». Когда он увидел Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Что этот бес о себе возомнил? В конце-то концов. Я объясню вам, что происходит. «Бог установил закон, согласно которому на земле властью могут обладать лишь люди со свидетельством о рождении». Когда эти бесы увидели Иисуса, они сказали, «Минуточку, мы знаем, кто ты. Тебе нас не обмануть. Заклинаю тебя Богом, не мучь меня! Ведь что вы тебе прогнать нас? Ты должен быть человеком, а ты не человек, ты Бог. Ха-ха. Ха-ха-ха. Но этот бес не знал, что Иисус родился на земле. У него было свидетельство о рождении на этой земле, что хотя он и был Богом, он был одновременно и человеком. Он облегся в земную плоть, придя на землю, чтобы ему исполнить закон, установленный им на небесах. Когда он пришел сюда, он пришел как человек с правом использовать власть. Бес не верил, что хотя Иисус и был Сыном Божьим, он был и человеком. Поэтому в первом Иоанна написано, что тот, кто исповедует Иисуса, пришедшего во плоти, тот от Духа Антихриста, а если исповедует Христа, пришедшего во плоти, тот от Духа Божьего. Друзья, никогда не бойтесь дьявола, потому что у вас есть свидетельство о рождении. И даже если дьявол явится к вам ночью и сядет у ваших ног, и будет мучить вас, просто посмотрите на него и задайте вопрос. Мистер дьявол, чего тебе? А у тебя есть свидетельство о рождении? А что это такое? Я так и знал. А вот у меня есть свидетельство о рождении, и, следовательно, у меня есть власть изгнать тебя из моего дома, а у тебя нет никакой власти. Уходи во имя Иисуса и не возвращайся. Никогда. Не бойтесь дьявола, только потому, что он может показывать фокус с левитацией. Вы тоже это можете. В этом ничего особенного и нет. Вы просто подбрасываете вещь. Что ж, дьявол боится, что он стульями двигает, что ли? Тот, кто у вас сильнее того, кто в мире, вам дана власть над любой силой вражьей, и ничто вам не повредит. И ничто не повредит вам. Вот. Вот что мы видим в этой истории. Иисус в следующем стихе показывает, что он имеет власть. Как интересно. Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, Дух нечистый, из всего человека». И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас тут много». Много тут нас скопилось. И много просили его, чтобы не высылал их вон из той страны. «Пожалуйста, не высылай нас из страны!» Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря... «Свиней». И вот просили его бесы, говоря, «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, и их было около двух тысяч, и потонули в море. «Посущие же свиней побежали и рассказали в городе и деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось». А теперь читайте дальше, пятнадцатый стих. Приходят к Иисусу и видят... Заметьте, что они пришли из-за того, что произошло. Представьте себе две тысячи свиней, которые бросаются в воду и тонут. И те, которые их кормили, рассказали всем о произошедшем, и все пришли к Иисусу. И когда они пришли, увидели Иисуса и человека, который некогда был одержим. Они увидели, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились все. Иисусея, вот как, оказывается, было дело. Видевшие, рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним. Он хотел пойти с Иисусом. Спасенный Иисусом человек всегда желает быть с ним. Но в 19 стихе мы читаем. Но Иисус не позволил ему и сказал, «Иди домой». Теперь Иисус призывает его в служение. Иисус одевает его, приводит его в нормальное состояние ума, а потом говорит, «Иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». Он надел его, вернул ему здравый рассудок, призвал его к служению, и дал ему миссию, «Проповедуй дома, проповедуй, проповедуй дома». Слушайте внимательно. И пошел, и начал проповедовать в десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Все дивились. Один человек начал проповедовать и свидетельствовать о силе Иисуса, проявившейся в его жизни, и эта проповедь повлияла на все население того побережья. О чем же была проповедь этого человека? Иисус ушел, но он вернется. Давайте прочтем дальше, 21 стих. Когда Иисус опять... Опять. Скажите, опять. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. Мы видим, что Иисус посетил побережье еще раз, и на берегу его ожидало множество людей. Но все еще он был в лодке и приближался к берегу. И на берегу его ожидало уже множество людей, потому что они слышали о человеке, обладающем силой любви и сострадания, которое может реально избавить человека от всех его страданий. А теперь прочтем, что случилось потом. И вот приходит один из начальников синагоги, фарисеи. Помните, кто такие фарисеи? Сатукеи. Грустные люди такие. Шучу, конечно. Понимаете. Ну, ладно. По имени Иаир и увидел его. Когда Иаир, начальник синагоги, увидел Иисуса, он пал. Пал к чему? Ответьте мне. К ногам. Задумайтесь, друзья. Иисус выходит из лодки, он собирается что-то сделать. Как вы думаете, что он собирался сделать до того, как Иаир пал к его ногам? Мы знаем, потому что это написано в Библии. Он планировал исполнять Божью волю. Я не знаю, что конкретно он собирался делать, но я знаю, что его ноги понесли его к исполнению Божьей воли для той местности. Примечательно, что Иаир упал у ног Иисуса. То есть он встал на пути, по которому должен был пойти Иисус. Но Иисус готов пойти в любом направлении, которое соответствует Божьей воле. Иаир пал у ног Иисуса. Читаем дальше. И усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Очень похоже. Очень похоже на качественное решение, о котором мы сегодня говорим. Этот человек принимает решение, «Я иду к Иисусу, я правитель синагоги, я сделаю все, что будет нужно, потому что я решил, что если он придет ко мне в дом, он помолится за мою дочь, она будет жить». Это качественное решение. Но ему пришлось рискнуть своей репутацией. Он, правитель синагоги, падает ниц у ног какого-то проповедника на глазах целой толпы. Если вы приняли решение, вы должны придерживаться этого решения, несмотря на то, что могут сказать об этом другие люди. Если вы решили никогда больше не материться, то даже если кто-то что-то кому-то сказал или сделал, вы должны оставаться верным своему решению. Я буду жить для Христа. Итак, читаем дальше. Он и Аир у Иисусовых ног. Читаем следующий стих. «И усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Иисус пошел, не сказав ни слова. Человек принял качественное решение, пал у ног Иисуса, Иисус поворачивается и идет за Иаиром, не сказав ни слова. Что было дальше? По дороге в дом Иаира одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей и стащила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде прикоснусь его, то выздоровею». Еще одно решение. Она решила, что если сможет коснуться одежды этого человека, то выздоровеет. Она рискнула своей жизнью, ведь у нее было кровотечение. В те времена нельзя было выходить в люди с кровотечением, в противном случае такого человека можно было по закону побить камнями. И человек, который мог бы привести этот приговор в исполнение, стоял тут же, начальник синагоги Иаир. Но у Иаира не было времени, чтобы думать о том, как побить ее камнями, потому что он принял решение о спасении дочери. Заметьте, что дальше в 29 стихе говорится, «И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, обратился к народу. Позвольте мне нарисовать вам такую картину. Это просто невероятно, друзья. Иисус сходит с лодки. Его ноги несут его на путь исполнения Божьей воли, но Иаир и его решение поворачивают Иисуса. Затем Господь следует за Иаиром, чтобы исполнить то, что Иаир решил. А потом женщина, приняв решение, касается его, и он оборачивается к ней. Позвольте мне продемонстрировать это еще раз. Вы не поняли. Иисус сходит с лодки и готовится приступить к исполнению Божьей воли для его жизни. Перед ним падает Иаир со своим качественным решением. Иисус поворачивается, не сказав ни слова. Иисус следует за Иаиром в его дом, чтобы исполнить то, что решил Иаир, но в этот момент края одежды Иисуса касается женщина с другим качественным решением и заставляет его повернуть. Еще раз. Друзья, вы не поняли. Еще раз объясню. Иисус в лодке. Выходит из лодки. Приступает к исполнению Божьей воли. Иаир падает перед ним с качественным решением, заставляя его повернуть, не сказав при этом ни слова. Потом Иисус идет за Иаиром домой, но за ним следует женщина с другим решением и снова его поворачивает. Создается ощущение, что Иисус не управляет своим служением. Кто управляет его служением тогда? Я отвечу, кто управляет его служением. Те, кто принял качественное решение об исполнении Божьей воли. Исцеление — это Божья воля. Обретение свободы от греха — это Божья воля. Если вы выбрали этот путь, Иисус обязательно пойдет с вами и поддержит вас. Аллилуйя! Я вам еще кое-что покажу. Откройте книгу Исаии. Не закрывайте Марка, просто откройте Исаии, 45 главу. Позвольте мне кое-что вам показать. Проблема, друзья, в том, что мы пытаемся короновать себя богами над своей ситуацией. А ведь у нас есть Бог, который может то, чего мы не можем. 11 стих. Так говорит Господь, Святой Израиля, и Создатель Его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих. Обратите внимание на следующую часть. И хотите мне указать в деле рук моих? Указать в деле рук моих? Какие сильные слова. Бог говорит, «Я дал вам не только свое слово, свой дух и свое имя. Я даю вам также власть над своей рукой». А ведь именно рука Божья проложила путь для израильтян через Черное море. Именно рука Божья закрыла пасть львам во время Даниила. Рука Божья спасла Седраха, Мисаха и Авдинага. Бог сделал это. В Петхом Завете написано, «Помните руку Божью». Именно рука Божья вознесет вас в свое время. В Первом Послании Петра говорится, «Возложите свои заботы на Него, ибо Он, Бог, печется о вас». А потом смиритесь под могущественную руку Божью и вознесет вас в свое время. Друзья, проблема в том, что мы не верим в могущество Божьей руки. Вы держите столько всего в своих руках, вместо того, чтобы придать это в руки Божьи. Вы волнуетесь, нервничаете, пытаясь решить свои проблемы сами, а Бог желает, чтобы вы признали, что у вас есть Бог, который сидит высоко, далеко глядит и ждет, когда кто-то высвободит Его десницу для решения этой проблемы, которая не в состоянии разрешать вы сами своими руками. Вы стараетесь сделать все своими руками. Ваши руки не справляются, но если вы передадите дело в руки того, кто разделил воды, вы увидите чудеса. Церковь, послушайте меня, высвободите свою веру в Божью руку, отдавайте в руки Божьи ситуации, с которыми вы не можете справиться, и вы увидите, как могучие руки Божьи разделят воды Черного моря и ваши жизни. Здесь написано, что теперь нам дана власть повелевать Божьей рукой. Он говорит, «Я даю вам власть, которая совершала великие дела на протяжении веков. Я даю вам власть над своей рукой. Я даю вам свою руку». Как вы распорядитесь с предложением Божьей руки? Ведь до сих пор мы никак этим не пользовались. До сих пор мы не давали указания, чтобы Божья рука разобралась с дьяволом в нашей жизни. Мы этого не делали? Заметьте, как это звучит. «И хотите мне указывать в деле рук моих?» Позвольте мне дать вам определение слова «указывать». Это слово означает «назначать» или «поручать». Бог говорит, «Поручите моей руке». «Назначьте мою руку». «Укажите моей руке». «Примите решение» и потом вложите его в мои руки, и вы увидите, как я буду осуществлять то, что пытались вы сами осуществить. «Укажите мне в деле рук моих». Именно это мы и видим в данной истории. Когда они приняли качественное решение, они обрели власть поручать, назначать и указывать. Аллилуйя! Каждое решение указывало Иисусу направление. Каждое решение заставляло Иисуса повернуться. До тех пор, пока вы не будете готовы принять решение и передать его Ему, небеса не смогут вас поддержать. Когда вы примете решение, «Я буду исцелен». Небеса вас поддержат. Когда вы примете решение, «Я найду работу лучше, чем прежняя». Небеса вас поддержат. Когда вы примете решение, «Мой новый дом будет в семь раз больше прежнего». Небеса вас поддержат. Когда вы примете решение, небеса помогут вам рукой Божьей. Если вы верите, воскликните «Я верю». Вернемся к Евангелию от Марка. Подходим к завершению. Какое служение. Всякий раз, когда вы будете принимать решение, дьявол будет стремиться заставить вас передумать. Смотрите, как это бывает. 35 стих. «Когда Он, Иисус, еще говорил это, приходят от начальника стеногогии и говорят». Послушайте, что они сказали. «Дочь, твоя умерла». Что еще утруждаешь учителя? Разве эти слова не похожи на слова дьявола? Вы только приняли решение, обязательно появится кто-нибудь, кто попытается запугать вас, наполнить страхом, убедить вас отказаться от решения. «Дочь уже умерла, забудь! Зачем молиться, надеяться?» «Ночь твоя уже умерла, отпусти-ка ты лучше Иисуса». Не делайте этого. Послушайте ответы Иисуса. Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику стеногогии, «Не бойся, только веруй». В расширенном переводе написано «продолжай верить». Друзья, когда вы принимаете решение идти Божьим путем, дьявол пытается сделать все, чтобы заставить вас передумать.